Тяжело быть лысым, да? Если честно, это удовольствие. Не надо расчесываться, не нужен шампунь, не нужна рыба, ничего не нужно. Наоборот, круто, ты чё? Один раз подстригся в деле, и всё. Доброе утро! Исключительно в рамках нашего мягкого боевого искусства. Сегодня в выпуске. У кого больше? У Крейга Джонса или у Санта Клауса? Кто такие многократнейшие чемпионы мира по БЖЖ? Мировой рекорд по заполняемости утренних БЖЖ-классов. Семилетние тигры-львы и не только. На прошедшей неделе прошло сразу три больших турнира. Два в России и один там, за пределами нашей великой родины. Каждый из этих ивентов достоин отдельного обзора и отдельного выпуска новостей. Но у меня нет на это времени. Да и вы не станете смотреть столь длинный видос. Поэтому буду краток. Хотя, чё скрывать, и этот выпуск ньюзостей достаточно объёмный. Но, интересно. Главным заокеанским ивентом смело можно назвать UFC Fight Pass Invitational 4. Очень много громких имён было собрано в карт-гран-при и несколько потенциально ожидаемых супер-скваток в качестве десерта. Крейг Джонс против Филиппа Пэна. Миригали против Сайборга. Карт-мечта. На турнире присутствовали представители двух конфликтующих лагерей. Нью-Вэйв Джиу-джитсу под руководством босоногого Данахера, а он там реально босиком ходил. И Би-Тим. Гордон Райан, напоминающий павлина на выдании, ещё до турнира пообещал выплатить по 500 баксов тем, кто победит топов Би-Тим. В комментах к предыдущему выпуску меня попросили сделать обзор на это событие. Видать, где-то на других каналах, других авторов, люди привыкли к такому жанру, как обзор. Но, как по мне, полноценный обзор был бы пустой тратой моего драгоценного времени. Особенно при том, что я сторонник того, чтобы не рассказывать о турнирах, а показывать их в полном объёме. Ну или в максимально возможном. Так что настоятельно рекомендую подписаться на сообщество Бржи Фрикс ВКонтакте и смотреть все турниры в полном объёме, в отличном качестве, ну или в удобоваримом качестве, в открытом доступе и наслаждаться ежедневным потоком очень полезной информации в ленте. То, что два самых больших участника вышли в финал гран-при, никого не удивило. Биг Дэн Моносоу и Ники Родригес отборолись основное время и только в овертайме победу забрал Ники Рот. После чего, кстати, на инерционных порах, почувствовав себе дикую силушку, сразу вызвал на бой Гордона Райана. Эти парни, которые так крепко дружили ранее, сейчас просто усердно занимаются каким-то пакостничеством и закидываниями какашками друг друга. От любви до ненависти один шаг, аж противно. Так вот, после матча Родригес вызывает Гордона на бой по правилам Submission Only 10 минут раунд плюс Эбби овертаймы. Но с одним условием, что оба спортсмена сдадут допинг-тест до и после матча. Гордон поржал. Мол, чувак, ты еле победил Роберта Хименеса, который легче тебя в полтора раза, а уже пытаешься пиариться на моем имени. Правила здесь устанавливаю я. Я назначаю место и время, ибо я этого заслужил. А этот никчемный нищеброд просто хочет немножко попиариться и заработать хоть каких-то денег на моем имени. Я Синпень, мы еще встретимся с ним на каких-нибудь царевых типа EDCC, но это будет обычный матч без особого хайпа, на котором я снова поставлю его на место и не более. Но по большому счету сегодня Ники Род красавчик. Он типа выиграл три матча подряд, для него это уже достижение. А если посмотреть в принципе на статистику этого парня, то видно, что он отстой. Так прокомментировал вызов Ники Рода Гордон. Перевод, понятное дело, недословный, но суть не искажена ни капельки. Вы можете со мной не согласиться, но абсолютно тоскливо на общем фоне выглядел главный матч карда Крейг Джонс против Филиппа Пэна. Как часто, кстати, бывает, если в мейн-ивенте есть имя Крейга Джонса. Ну а Филипп, как обычно, что-то спорил, что-то торговался перед судейским решением. Но тем не менее, судьи признали, что Крейг Джонс обыграл Пену в овертайме. Гордон Райан назвал этот экшен скучным матчем по рестлингу. Ну и еще немножко подколол Крейга, что у того слишком маленький бензобак. И якобы тот умышленно договорился о сокращении времени матча до 12 минут, чтобы у него хватило сил на схватку. И выиграл Крейг в овертайме только потому, что более опытен в этом вопросе, в отличие от Филиппа Пэна, непривыкшим бороться по правилам Эбби. На постматчевой пресс-конференции Крейг Джонс с бутылочкой пенного объявил себя грэпплером номер один в категории паунд-фо-паунд ноу-ги на планете. Ну а кто мне еще может составить конкуренцию в Санта Клаус, задался вопросом Крейг, очевидно имея ввиду Гордона Райана и его новый образ. Ну а вообще повторюсь, такие турниры нужно смотреть самому, а не слушать пересказы, даже если и пересказывают интересно. Если вы занимаетесь джиу-джитсу и хотите в нем расти, то нужно и смотреть джиу-джитсу, а не просто поверхностно знакомиться с результатами компетишенов. Благо мы в сообществе ВКонтакте уже несколько лет даем уникальную возможность смотреть все ключевые турниры мира и даже не ключевые, причем бесплатно экономя ваши сбережения. Вы и сейчас можете зайти на Фриксы и найти любой турнир с 2016 года как минимум. Все Поларисы, Эбби и DCC, все чемпионаты мира и Европы, у нас есть все. Самая большая бесплатная коллекция компетишен-видео на планете, без ложной скромности. Тут грязи нету, тут только культурный контент. И традиционно уделим несколько секунд внимания партнеру нашего выпуска джиу-сейл. Продолжение следует... Уже почти год прошел с момента трагической гибели Леандра Ло. Но, что удивительно, суд над убийцей до сих пор не начался. Напомню, что обвиняемый это офицер военной полиции. Ну, это что-то типа Росгвардии. И несмотря на то, что суд до сих пор не начался, и обвиняемый находится в СИЗО, или как там у них это называется, он еще до сих пор получает зарплату от своего ведомства. В общем, следим за новостями. Не хотелось бы в ожидании суда отмечать юбилей столь трагического события. Любите ли вы тренироваться утром? Мне вот всегда казалось, что люди, которые ходят на тренировки по утрам, это какая-то особенная каста людей со своим особенным миропониманием. И всегда казалось, что этих людей не может быть много. Но, буквально на этой неделе я лично был ошарашен рекордом, который установил Тайнан Далпро в своем утреннем классе. А он на минуточку в 6 утра по местному времени. Сейчас в нем занимается, как утверждает Тайнан, около 113 человек. А начинал он занятия в этой группе с количества 12 человек. И в ближайшее время планирует довести объем группы до 150 человек. Нет, ну конечно прикольно, что такое количество людей хотят получать джиу-джитсу вместо завтрака. И прекрасно, что такое количество спортсменов может уместиться в зале в одно время. Но кажется это взрыв мозга для тренера. А если вы живете или работаете где-то на востоке столицы или в ближайшем Подмосковье, и желаете потренировать джиу-джитсу утром в более интимной компании, заскакивайте к нам в Беляев джиу-джитсу каждый понедельник, среда, пятница в 7.30 и в субботу в 12.00. Мы рады всем, особенно новичкам. А если вы хотите смотреть, как тренируются в Центральной Академии АОЖ, если хотите подглядывать за всеми модерновыми обучающими программами и методикой преподавания братьев Мендес и других топовых атлетов и топовых инструкторов их Академии, подписывайтесь на наш раздел Art of Jiu-Jitsu, ссылка будет в описании. Ну и... По промокоду ДядяТамРас можно получить скидку. Россия – большая, великая страна. И посему имеет право предусмотреть свои собственные чемпионаты Европы и чемпионаты мира, причем для каждого региона в отдельности, причем в таком количестве, в каком захочет. Ставь лайк, если согласен. Ребята, до нас в мире джиу-джитсу, именно не в мире, может быть, в России точно это еще никто не делал. Перенесемся в Россию и обратим свое внимание на чемпионат Лиги ТВВ, который проходил в Ростове-на-Дону. Буквально каждый вменяемый турнир в России принято нахваливать. Но я этого бесплатно не делаю, поэтому буду краток. Лига ТВВ, или по-простому ТВВ, проводила турнир 1-2 июля. Меня, как и вас, интересовали исключительно суперсхватки. И да, так же, как и вас, далеко не все. Хотя, повороты сюжетов в некоторых схватках реально интриговали. Вечер начали разогревать поединки самых маленьких борцов. Буквально от 5 лет. Серьезнейшие детвора с набреженными бровями. Семилетние халки и львы выходят на татами с сурово сведенными бровями и рвут друг друга на куски, ну сколько успеют урвать за 3 минуты поединка, пока время не кончится или кто-то не заплачет. Но таковы особенности нашего вида спорта в столь юных возрастных дивизионах. Также среди особенностей можно подметить, что на углечекинг можно было бы пройти и в шлеме, и в кольчуге. Но это часть шоу, ибо это была битва причесок, как сказали комментаторы. Принципиальное противостояние. Инстаграмщик против тиктокера. Да и сражались непростые люди. Послушайте. Имею всего одну серебряную медаль с евразиатского турнира. А все остальные золотые. А еще, я олимпийский краш всех женских сердец. Так говорит о себе Елисей. Елисей! Еще пошуби! Во взрослой части было еще жарче. Судя по объявлению участников, все как один чемпионы мира. Были даже многократнейшие чемпионы мира по бразильскому джиу-джитсу. Сабмишенно ориентированные борцы. Великолепные и скромные. С зашкаливающим уровнем спокойствия. Которые даже во время схватки не перестают атаковать. Между прочим, это все цитаты из трансляции. Первая схватка взрослых. Активность зашкаливает. Но рефери принимает решение о двойном дисквале за, внимание, пассивность обоих борцов. Рефери аж ушел с татами. Вы спросите, как так? Ребята рубились, не покладая таза на татами. Не останавливаясь ни на секунду, а им пассивы раздают. Да как так-то? А все просто. Не всякая активность это джиу-джитсу. А на турнире по джиу-джитсу оценивается джиу-джитсу. Публика, незнакомая с правилами, повозмущалась. Комментаторы обещали, что ща все порешат. И знаете, порешали. Президент Лиги щедро накинул минутку от себя. Вы хотите этого? Точно хотите этого? Я не слышу вас. Я даю лично от себя минуту. Если они не покажут красивую борьбу, они оба уйдут вот туда. Но мне почему-то кажется, что чем серьезнее Лига, Промоушен или организация, тем серьезнее и строже должно быть отношение к соблюдению заявленных правил. Это реально делает Лигу авторитетнее даже в глазах тех спортсменов, которые сами просят что-то порешать. Тут таится большая имиджевая опасность. Все эти возможности договориться по-братски, что-то порешать, перебороться или дать слабину и пойти на уступки в какой-то конкретной схватке могут сделать из самого богато выглядящего компетишена какой-то местечковый турнирчик. И поэтому к этой детали нужно отнестись максимально внимательно. Ибо это внимание – это инвестиции в будущие Промоушены. Вот сейчас представитель из Краснодара поймал Ростовского спортсмена на треугольник, но он не закрыт, не полноценный. Сейчас пытается сделать армбар, то есть это рычаг локтя. По-самбийски болевой, да? Ну нет, это вообще в принципе болевой и в ММА, и в самбо, и в джиу-джитсу. Просто армбар – это его основное название, так как это из-за рубежа приехало. Ну это как-то по-бразильски, наверное. По-португальски, скорее всего, да? Ну, армбар вообще американская, да. Жарких матчей было много. Самой короткой схваткой и самой быстрым сабмишином можно назвать победу Никиты Морозова хиллхуком. Тут, кстати, вопрос по правилам. Если верить комментаторам, то в каких-то матчах ноуги хиллхуки были разрешены, ну вот, например, для Никиты Морозова, а в каких-то запрещены. Турнир вообще казался ярким и разнообразным. Хочешь ги, хочешь ноуги. Был даже грэплинг-файт по правилам вольной борьбы. И даже по каким-то своим правилам. Я по своим правилам одержал победу. Так что всем спасибо, до свидания. Самые ожидаемые мной лично схватки, из-за которых я лично включил трансляцию и привлек к ней внимание еще нескольких тысяч человек, это главные поединки вечера по черным поясам. Не буду рассказывать технические детали, посмотрите все сами. Вы просто обязаны. Шикарный матч показали Эриаджа Малбеков и Загид Багаудинов. Все четко, как по учебнику. Ни одного лишнего движения. Все по уму. И победу по баллам одержал Загид Багаудинов. Главный матч Даут Адаев против Дмитрия Анхеля. Температура этой встречи начала повышаться еще на этапе анонсов. Жара продолжилась и во время матча, и по его окончании. Сейчас я записываю этот выпуск и не уверен, что по этому поводу уже утихли обсуждения в социальных сетях и в частности в нашем сообществе BG Freaks ВКонтакте. Битва проходила сурово, жестко, местами дерзко, без игрушек. Оба спортсмена были заряжены на бескомпромиссную победу и не скрывали этого еще во время анонсов матча. Как итог, победа удушающим за Даудом Адаевым. Двигаемся, развиваемся, газуем. Подытожим. Турнир был хорош. Ну, во всяком случае, его заключительная часть. Я думаю, всем картинка понравилась. Разумеется, есть над чем еще работать, и это хорошо. Ведь совершенству нет предела. А путь постоянного самосовершенствования нужен не только спортсменам, которые выступают в джиу-джитсу, но и организаторам соревнований по этому виду спорта. С пожеланиями развития, дальнейших удач и свершений организаторам и спортсменам. И, как всегда, выпуск хочется закончить на ноте позитивных пожеланий успешной недели. Ведите себя достойно, чтобы мама вами могла гордиться. Соблюдайте правила соревнований, правила дорожного движения, правила хорошего тона и техники безопасности. Развития вам и побед! Субтитры создавал DimaTorzok